Зрителей новогоднего спектакля для взрослых в театре драмы в праздничные дни встречалась семейная пара с истинно парижским шармом. Спектакль так и назывался «Новый год» по-французски. В этом году это чуть больше, чем просто новогодний спектакль, потому что я бы назвал это классической комедией, просто все происходит под Новый год. Наш актер очень любит работать на Новый год, и всегда большая часть труппы почти практически вся стремится поучаствовать в новогодней кампании. Для них это за счастье принести праздник людям, новогодний праздник людям. Это какое-то особенное время не только для людей, которые 10 дней отдыхают, но и для актеров, которые эти 10 дней работают. Потому что немножко другое ощущение от зала, другая атмосфера, другая энергия из зала идет. Все-таки Новый год, праздники, люди отдыхают, и вот этот весь накал новогодних страстей, он передается актерам. Сами персонажи говорят о схожести людей во всем мире. Проблемы возникают примерно одни и те же. Мечтают и радуются тоже одинаково на всей планете. Место действия Франции, но все люди во всем мире справляют. Новый год по-одинаковому, ждут чудес, подарков, хорошего настроения, и мы вам этого желаем. К молодой семейной паре приезжает пожилой свекор, который якобы обладает огромным состоянием. Но сын может получить наследство только при условии, что разведется со своей молодой женой. И разводиться не хочется, и наследство хочется получить. Как показать отцу, что брак якобы разрушен? И вот тут начинается стремительный круговорот событий. Сюжет не претендует на глубокий смысл и мораль, зато избавляет от любой депрессии. Это, по сути, анекдот, поставленный на театральной сцене.